Одинцовский центр управления регионом начал свою работу в 2020 году для оперативного реагирования на обращение жителей и контролю их исполнения. Главной задачей ЦУР является сбор и анализ данных во всех сферах жизни муниципалитета. Организация подчиняется напрямую главе округа Андрею Иванову и является скорее службой собственной безопасности, цель которой не искать врагов, а искать пути решения проблем. В настоящее время мы располагаемся на улице Маршала Березова, дом 15, второй этаж. Всех приглашаем посетить. У нас, в принципе, всегда открыты двери. Можно подняться на второй этаж, нажать на домофон и сообщить о том, что вы житель или из какой-то организации, что вам необходимо с нами связаться, уточнить какой-то вопрос или просто посмотреть, как мы работаем. И, в принципе, это все очень доступно. Более 80 тысяч обращений отработано Центром управления регионом на сегодняшний день. На этапе начала работы организации штат работников был всего 19 человек. Сейчас в ЦУРе трудятся 47 специалистов в шести отделах. За год сотрудник Центра решает более 13 тысяч задач. Основная цель – это предупреждение жалоб граждан. То есть вся работа в этой системе замкнута именно на Центре управления региона, на службах, которые находятся в округе. И в рамках надзора Главное управление содержанием территории проверяет качество нашей совместной работы. Принципы работы ЦУР просты и удобны как для сотрудников ответственных организаций, так и для населения. После обнаружения проблемы житель создает обращение в социальных сетях или на портале Добродел, и ему в течение трех дней предоставляется ответ о сроках устранения нарушения. После решения вопроса специалисты Центра проверяют качество выполненных работ по фотоотчетам. Иногда у нас возникают сомнения по качеству. Не всегда возможно обзорно всю территорию запечатлеть, чтобы понять, реально убрали весь двор или, возможно, только по ракурсу. Мы запрашиваем ДОП-фото. Это тоже дополнительная работа и для нас, и для служб. Но тем самым мы уходим от негатива жителей. На подведении предварительных итогов подняли вопросы, по которым за год было наибольшее количество обращений. Так удалось решить проблему по обеспечению жителей села Введенское качественной водой. А в Звениграде реализовать строительство подворной стены. В Заречье были неоднократные замечания по работе управляющей компанией, обслуживающей дома на улицах Медовая и Каштановая. Жильцы не могли понять, куда уходят их деньги, если состояние домов оставалось неудовлетворительным. Для меня такой первый опыт, когда управляющая компания с серьезным таким побором, можно назвать, коммунальных платежей относится именно таким образом к жителей. На наши сигналы, конечно, отреагировал Андрей Робертович. Мы проводили несколько совещаний, постепенно негатив ушел. На сегодняшний день остаются какие-то вкрапления прошлых, наверное, маневров этой управляющей организации. Но жители с нами на связи, и мы стараемся всегда отреагировать оперативно. Андрей Иванов плотно взаимодействует с деятельностью ЦУР. На еженедельных совещаниях и публичных планерках вместе с профильными заместителями анализирует выполнение протокольных поручений, рассматривает тематики волнующих жителей, негативные примеры отработки обращений и другие важные текущие вопросы. А с недавних пор попасть на горячую линию Центра управления регионом можно по QR-коду. То, что касается небольшого сюрприза для нас, для всех в большей степени, для служб, они понимают, о чем я говорю, это QR-код для входа в чат, который уже можно использовать, оставлять свои вопросы, который, наверное, должен исчерпать вопрос о том, боимся мы чего-то или стесняемся, или, может быть, не хотим чего-то. Нет, не боимся, не стесняемся. После официального доклада руководитель Центра управления регионом Елена Меньшикова ответила на вопросы из зала, а также те, которые жители присылали заранее в социальные сети. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».